Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Вперёд на Зомби-Войну. Вы писали, что сегодня у нас много чего новенького, да? Обновление прошло, но я что-то не вижу. Сейчас посмотрим, ребята, по юнитам, что у нас тут. Еее! Да, вы правы. Так, посмотрите, что у нас новенького. Ну, это мы потом посмотрим. Так, сколько он стоит, вы сказали, 24... Точно, ребята. 24 тысячи голды? Да это же охереть можно просто. А почему? Почему так много? Ну-ка, давай посмотрим, что он вообще умеет. Защита от стрелкового урона. Ну, ладно, хрен с ним. Бывает. Защита от отравления. От отравления. Слушайте, давайте-ка вспомним, по большому счёту, какие у нас зомби могли отравлять. Насколько я помню, только те токсические, которые носят на себе комбинезоны, и когда они взрываются, от них якобы летела слизь, которая заражала наших юнитов. И всё. Больше я не припомню. Странно. Ну, почему такая цена? 24 тысячи. Даже если имеете 50% скидку, он будет всё равно стоить где-то 12 тысяч. Это самый дорогостоящий юнит, которого я помню на своей памяти, ребят. Вот честно вам скажу. Интересно, чем он так замечательен. Так, мы здесь всё собрали? Нет, не забрали. Давайте заберём. Так, что ещё вы сказали? Что там очень много чего новенького, да? У нас там... Так, через 22 часа, да? Через 22 с половиной часа у нас будет разыгрываться сундучок. Так, ну, ребят, как видите, меня немножко потеснили, да? Я упал на третье место. Это не беда. Сейчас мы всё это с вами исправим. Так, вы писали что-то новенькое про, например, дровосек. Он может... Так, прямое управление юнитом. В плане. А это... А как понять прямое управление юнитом? Мне сказали, вы писали в комментариях, что он имеет отхил. Он может сам себя отхиливать. Но тут какое-то прямое управление юнитом. То есть я могу им управлять так, что ли? И что же тут ещё? Наверное, где-то, ребята, на официальном сайте всё это расписано. Я, к сожалению, не подписан. Поэтому, как бы, не в курсе всех дел. Я вот... Вы пишите мне в комментариях. Я то, что увидел, что прочитал, что усвоил для себя, то вам и говорю. Насчёт юнита, да, вы правы. И, как я понял, Хэллоуин у нас будет 31 октября. То есть в тот день, когда я пойду в отпуск. Именно этого дня, да, меня отправляют в отпуск, ребятушки. И начнётся, как говорится, игротейская жизнь. Ну, там Новый Год, подготовка. Ладно. Мы займёмся, чем заняться в тот момент. А теперь давайте-ка, ребятушки, будем отвоёвывать наше место. Первое. Франк Фокс Гейм. Помните, да? Мы с ним дрались. И какой-то тут маленький кликер появился. А, нет, смарт-кликер. Сори. Ладно. Давайте для начала, наверное, мы посмотрим, что это вообще за ребят такие. Что в них такого эксклюзивного, что они могли потеснить меня. Не понял. А что, уже можно гренадира брать? Ах, вот. Ну что, ребят. Ну, тогда да. Тогда понятно. Я не знал, что доселе можно было брать гренадира. Пфю. Так, хорошо, ребятушки. Давайте колоду выбирать. И будем мы делать с вами вот этого. Уберём. Так, где мой гренадир? Вот он, красавица. Ну что ж. А, я даже ещё могу юнита ещё одного поставить. Хм. Даже вот так вот. Хорошо, я поставлю... Я поставлю вот так вот. Марины. Ну-ка. Давай-ка глянем-ка. Слушайте, я думаю, гренадира, наверное, сам будет бросать бомбочку свою. Или всё-таки надо будет бросать мне. Глянем сейчас. Шикарно просто, ребята. Что я могу вам на это ответить? Это полностью меняет практически весь смысл нашей вот этой войны за первое место, которое было у нас до этого всего. До обновления. То есть... То есть это вообще very well. Так, ну-ка давайте посмотрим, что такое Фрэнк Фокс Геймс, чем его едят и как его распишем мы. Так, да, смотрите-ка, все взяли гренадира. Ах, вы, хламоны, ушастые. Ай, ё-моё-моё-моё. А, нет, успел, успел мой. Так, ну, снайперы. Да ядрён ты, батон, ну что ты будешь делать, а? Ну что ты будешь делать? Снайперша, как всегда, замешкалась. Там у неё осечка, там, херечка. Я не знаю, что там у неё ещё получилось. В общем, она тормознула и проиграла. Ну, я всё равно не остановлюсь, ведь согласитесь. Я буду дальше действовать, ну. Так, хорошо. Не понял. Вот сейчас, вот сейчас не понял, ребят, что... Блин. На, получила моя снайперша. А как так вышло-то? Ладно, давай-ка мы тогда сделаем, знаешь что? Мы немножко по-другому сыграем сейчас. Мы... Блин, тут Сонька, в принципе, уже не актуальна. По большому счёту. А снайперша, в принципе, тоже не актуальна уже. Тут гренадир только каких делов делает у нас. Да? Хорошо, а если мы вот так вот сделаем? Слушайте, я боюсь пожарник, наверное... Вот так вот попробуем. Да? А, ну-ка, поехали. Его стопудово сейчас будут взрывать пожарника. А, ёлки-палки, тут механик стоит. Ай-яй-яй-яй-яй. Лопухнулся я. Ой, как опять у нас тут не очень хорошо... Подожди, сейчас взорвётся. Да. Выиграли. Слушайте, ну это, конечно, не дело, что у нас огнемётчик так близко стоит к механику. Его надо подальше. А подальше опасно, знаете, чем, ребят? Потому что, если в него полетит граната, да, от гренадира, соответственно... Соответственно, он за собой подтащит столько людей здесь. Снайперов, конечно, никто не трудит. Но если я вот так вот сделаю... Чаревато будет. Ладно, пускай у меня вот такая вот будет постановочка, ребята. Что ещё нового здесь у нас сделали? Жалко, я не могу прочитать это нигде, блин. Не в обновлениях, ничего. Но 24 тысячи юнит. Слушайте, мне придётся на него копить. Хотите вы этого или нет? Придётся. А как я коплю, ребята? А коплю я легко и просто. Естественно, нет. Погоди-ка, а где бонусы? Эй! Тут должны быть у нас, ребята, бонусы. Слушайте, давайте сделаем так. Я сейчас из игры выйду. Проверю обновления, есть ли там или нет. И опять зайду. Так что, ребяточки, буквально это займёт... Ну, для вас это секунды будут. Ну, что же, ребята, почитал я, что там обновили. В принципе, у нас, получается, новые квесты где-то добавились. Где пока, я не знаю. Может быть, в дальнейшем будет что-то у нас тут новенькое. Изменилась механика движения некоторых юнитов. Зомби теперь могут разлететься на кусочки, там написано. Как-то так. Я бы, конечно, на их месте бы... Что это такое? Куда ты меня перенесла? Я бы на их месте, на месте программистов, разработчиков... Всё-таки начал бы думать об уровне 9. Как-никак. Чем обновлять что-то здесь старенькое, добавлять... Ну, переделывать. Давайте-ка лучше подумаем о 9 уровне. Вот так вот я вам скажу. Ну что ж, предлагаю тогда сыграть с вами быстренько... В наш уровень для фарма. И посмотреть, как здесь всё это будет выглядеть. Фух, поехали. Ой, какой поехали! Ёлки-палки, я же не поменял состав. Блин. Да чтоб тебя. Я зол, ребят. Ладно, давайте, по-быльникам мы это сейчас дело разнесём здесь всё. Там для автобуса, говорят, новые скины добавили. Добавили. Ещё что-то. Оп. Да. Ладно, ладно, сейчас быстренько это дело пробежимся. Ой, красавчики бегут. Ну, куда ты, куда ты, куда ты разогнался? Хе-хе-хе. Давай, разносим. Чё стоим-то? Чё уставились-то? Сейчас в щепки просто-напросто. Всё. Готово. Естественно, три звезды. Найменьше я не согласен. Так, мне нужно взять, ребята, Аустина к себе в компашечку. Вместо, 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 вместо всего, что здесь есть. Где он? Вот он, мой родной. Выбираем. Вот сюда мы его ставим. Кого мы ещё с вами давно вообще не смотрели? В принципе, я никогда не играл вот этим парнишкой. Давайте посмотрим. Кого ещё можно взять такого безобидного? Медика? Хе-хе-хе. Ну, давай медика возьмём. В принципе, и всё. Остальные у нас все проверенные. Блин, я не пойму одного. А где, ребята, здесь у нас бонусы-то? Помните, мы могли с вами покупать, там, продавать, делать всё-таки некоторые вещи? Сейчас этого нету. Так, в зомби-педии что-нибудь поменялось у нас или нет? Вроде бы ничего. Всё как было. Единственное, что они изменили, по-моему, там, ХП и атаки некоторых зомбарей. То есть, погоди. Так, вот здесь у меня, ребята, и не появился новый зомби. Я не знаю, где его взять. Просил я вас в прошлых сериях подсказать, где его можно добыть. Но никто так и не написал мне. 31-я страничка, запомните. Да, ничего пока тут больше новенького не появилось. Так, радио, что? В радио ничего хорошего нету. Так, а что у нас тут появилось новенькое? Я не знаю, ребят, по-моему, ничегошенькие. Все окна у меня заколочены. Почти. Так, 14-й уровень, естественно, мне нужен для того, чтобы я мог дальше его как-то улучшить, свой автобус. Блин, ну это не дело, ребята. Ну это не дело, на самом деле. Я хотел сейчас продать половину хлама, хоть немножко себе накопить деньжа, для того, чтобы уже немножечко приблизиться к покупке нового юнита. Естественно, надо его брать, когда у него будет 50-ти процентная скидка. Я вам сразу говорю, ребят, иначе никак. Так, давайте-ка посмотрим вот это... Идут гаденыши, да? Идут втихаря. Ну давай, 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 родной, быстрее мой, копись. А, сейчас же эти побегут охламоны, точно. Ну давай посмотрим вот так вот. Ну давай, блин, побежали. Да елки-пот, я ему наложил штаны, как всегда. Вот. Давай, фармим деньги, ребята. Этот будет стрелять вообще или нет? А, во, бомбит. Бомбит потихонечку. Ой-ой-ой-ой-ой, как печально. Ну давай, Соня, твой выход. Хе-хе. А деревенщина-то неплох. А, кто-то бомбит. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, Марины, Марины, подожди. Блин, у меня бочки нету, чтобы его хлопнуть. Хе-хе-хе. Он сейчас разбомбит, нет? Да, он разбомбит сейчас баррикаду, ребят. Вжало причем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Смотри, вы никто не трогай, он просто стоит бомбит. Втихаря. Вот, все. Хе-хе. Ну, Марины, ну хитер, а. Хе-хе-хе. Блин. А где эффект дождя? Где я могу увидеть дождь? На каких-то определенных уровнях? Да, ребят? Или как? Ну, давай вот сюда зайдем, посмотрим. Не вижу я никакого эффекта дождя. Погода... Все нормально, солнышко светит, как полагается. Оуууу. Кажется, я помню этот жестокий уровень, ребята. Да-да-да-да-да. По-моему, это он. А ну, давай. Наяривай, гитара. Однострунная, блин. Хе-хе-хе. Да-да-да, вспомнил я. Ух. Веселуха, блин. Давай ты выходи, блин. Стоит там, притулился. Дэйш. Мы накопим на кого-нибудь там? Из предыдущих ребят или нет? Давай вот так вот сделаем. Хоп. Погнали. Сейчас жиробасы будут взрываться, ребят, смотрите. Да, если мы, конечно, прострелим их. Дэйнь. Козырно, да? Хе-хе. Ну. Че, надо вызвать, кто у нас будет баррикаду бомбить? С удовольствием. Так, автобусы никакие у нас тут не кликаются? Да нет, вроде бы. Погнали. Просто в мясо всех. Давай, давай, давай. А, почему у меня... А, кстати, кто у меня нанес урон баррикаде? Че-то я как-то этот момент пропустил, ребята. Ну, рвем, рвем. Все. Ну, ребята, не вижу я никакого дождя. Где дождь-то? Обещанный. Эффект дождя, блин, присутствует. Хорошо, давай зайдем сюда. Посмотрим, здесь, может быть, будет. Вот этот вот уровень возьмем. О! Он даже, оказывается, обозначается. Вот что, ребятушки. Опа, прикольно. А мне нравится. Классно. Кстати, вот, ребята, вот они, вот эти вот зомби, которые могут нас отравить. Да-да, именно они. Слушайте, мне нравится. Эффект дождя как-то так освежает картинку, если честно. Оу! Оу! Блин! Это ж, это ж мощные гады, ребята. Очень мощный. Черт, я даже не знаю, как быть-то. Как быть нам? Ядрен батон. Давай, Соня, выходи. Как-то надо пытаться их... Блин, они очень мощные. Только... Да, вот, ребята, вам и эффект отравления. Видите, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попробуем. Не знаю, что у нас из этого получится. Кристальные зомби. А ну-ка. Вот так вот. Слушай, ну, так неплохо довольно идем. Блин, правда, вот эти вот зомбари меня... Так, надо на Соньку, ребята, еще накопить. Надо на Соньку. Вот. Сейчас... Смотрите, аптечка у нас не исчезает. Она тут... Стоит до потери пульса. И это очень хорошо. Раньше она... А, нет, исчезает. Ну, довольно долго она, по крайней мере, сейчас работает. Классно. Да что мы тут... Тютюкаемся с ними. Давай вот так вот сделаем. Вызовем еще Аустина. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Печалька. Ну, да не беда. Все равно справимся. Давай еще турель сюда влеплю. Никакая волна, ребята, здесь не успеет появиться. Потому что я тут все разнесу сейчас в хлам. Увидимся в аду. А, вот. Отчет пошел. Но это не поможет им. Так, замечательно. Прошли. Так, что нам еще нужно посмотреть? Какие новинки? Мне сказали, что дровосек имеет способность самоотхил. Да? И тем более мы с вами прочитали, что у него есть способность прямого управления. Давайте мы с вами и посмотрим, что это за система. Ух ты, ребят. Смотрите-ка, такой чувачок, как будто это, знаете, вот босс. Вот как последний босс был у нас, да? Шар такой тоже с щупальцами. Вот то же самое. Так, ну что? Нам надо выбрать с вами, значит, дровосека. Давайте выберем. Слушайте, я надеюсь, ребят, не слишком громко-то у меня стоит. А то не хочу, чтобы, как было в прошлые разы, звук игры заглушал просто мой голос. Сейчас я немножко бегуночек изменю. Вот так вот, на всякий случай, блин. Фиг его знает, да? Что там может быть. Ну что ж, давайте выставлять с вами дровосека. И вместо кого мы поставим его? Вместо... Давайте вместо вот этого, вместо деревенщины. Где-то у меня дровосек. О, я дровосек, то у меня какой слабенький. Ёлки-ты-палки. Всего лишь-то первого уровня. Хотя, на самом деле, это не дровосек, это чоппер, это красный воротничок. Слушай, ну это, знаешь, типа наемники, работяги. А больше дровосеков здесь у нас нет. По крайней мере, я его так называл. Ну, пожарник это явно не дровосек, хотя он с топором. Да. Ладно, давай посмотрим этого. И еще, знаете что, хочу посмотреть вот нашу шарлоточку. Шарлоточку вот вместо Аустина поставим. Да, в принципе, нормуль. Давайте проверять. Поехали. Возьмем этот уровень. Не знаю, стоит ли брать этот уровень. Погоди-ка, я хочу взять, где эффект дождя, ребят. Мне нравится с эффектом дождя. Так, где у нас? Да блин, да что за фигня-то? Где дождик-то? Невозможно, невозможно. Ага, конечно, только уж прошли. Так, тут у нас солнышко вовсю светит. Э-э-э. Во. А что, настолько невозможным, что ли, получается, эти звездочки, не звездочки, а дождик будет? Давай вот здесь посмотрим. Здесь, как в пустыне, тут, наверное, вообще никакого дождя нигде не будет. Да, скорее всего Ну-ка Блин, видимо только на определенных уровнях Ребят, давайте вот здесь посмотрим Может быть Ну здесь-то вроде как хмуренько, легко Во Во-во-во-во, вот здесь вот, пожалуй, ребят Мы и посмотрим с вами Ну что же Ё-моё, блин Подстава такая, куда ни ткну Везде вот эти вот Чувачки, шопрайт Ага, далеко собрался-то, голубчик Голубчик, а ну-ка, получи лопатой По башке Тресь, хоп Просто Марина у меня раскачана Как супер Рэмбо Во-во-во-во-во Нет, этому не бывать Красавица, давай Шарлотта, выходи Фига у нее буферки там, хоп-хоп В такт Движения, так скажем Двигаются, а ну-ка Ай, красота Ага, этому-то пофиг на стрелковое оружие Я вспомнил Я вспомнил Марин, давай быстрее, 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 быстрее Быстрее, ну Хрёб, хряб И готов, ул Блин, Марин, зачем? Я хотел же Протестить дровосека А он сейчас сломает, ребята Баррикаду Как пить дать, сломает Ой, лопухнулся, блин Нет, нет, ребят Он сломает Надо бочку брать Ну, порви его Конечно Ну, давай-давай Есть Хотя бы так, ребята А теперь будем смотреть, что у нас За прямое управление Какое, блин, прямое управление? Где я прям Я не вижу никакого управления Что он стоит? Дровосек, что ты делаешь? Как тобой управлять? Прямое управление Не знаю, ребят Что значит прямое управление Я даже его Не прочувствовал Что он делает Где у него отхил? Сам отхил? Это что он там делает? Ну, всё, ребята Как-то так Пока вот На данный момент Это все Обновления Которые у нас были Вроде бы и как Посмотрели Дождик Посмотрели мы На с вами На нового юнита Посмотрели только пока Картинку Его звать-то как Лёгкий солдат Ой, лёгкий солдат А что у него в руке? Мне кажется Что это всё-таки Не стреляющее оружие Это какая-то дубина Или что-то такое у него А вообще, знаете Миноискатель какой-то Не знаю В общем, мы когда его купим Мы его обязательно Ребяточки с вами Протестим Проверим На что он способен Но выглядит он хорошо Он в противогазе Напоминает мне Вот Сватовцев Он, наверное, один из сват Да, скорее всего Потому что они у нас Тоже все в противогазах Ну да А Вилли А Вилли, по-моему, тоже Идёт к сватовцам Да Но он без противогаза Он у нас В защитном шлеме Он же всё-таки Как сказать вам Ну, предназначен Против тяжёлой пехоты Скажем так Сдерживальщик Хотя вот Больше вот этот Похож на сдерживальщика Но этот Вот этот мне почему-то напоминает Знаете, вот, ребята Когда идёт Разминирование бомб Мин Там, чуваки Одет в такое облачение В тяжёлое И прикрываются щитами Ну, этот-то у нас Идёт с дубинкой А этот-то идёт с шокером Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Да Всякие, конечно Муслишки приходят И вот этот, кстати Гвард Он тоже подходит К команде свата Как ни крути Правда Правда, эти у нас Как бы все полностью Тут в амуниции в тяже Это тоже, в принципе, в тяже Но только без этого Без соски на морде Ладно, ребятушки Блин А этот Нет, ну этот К свату не подходит Нет Нет Ладно, дорогие мои друзья Всё, будем завершать Всем большое спасибо за просмотр Ещё очень много работы у нас Так что увидимся В следующих видосиках Всем пока Всем удачи И до новых Скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok